Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Кем была женщина, с которой всю жизнь был счастлив Николай Рыбников? История любви этих двух великих актеров известна, пожалуй, многим телезрителям. Те, кто привык смотреть хорошее старое кино, видел, как играют Рыбников Николай и Ларионова Алла. Именно о них и идет речь. Поэтому сомнения в их таланте ни у кого не возникало. Но далеко не все знали, что Николай много лет любил Аллу и старался завоевать ее всеми возможными способами. И это несмотря на то, что она долгое время не обращала на него внимания. Николай Николаевич был однолюбом. Его любовь всю жизнь предназначалась только одной женщине, Алле Ларионовой. С ней он познакомился, будучи еще совсем молодым, когда был студентом в ГИКа. Но тогда его чувство было безответным. Один из преподавателей актера, зная о ситуации, сказал ему, что настоящий мужчина не опустит руки и будет добиваться любимую женщину. Николай запомнил эти слова. Несколько лет он ухаживал за Аллой, но то и не было до него никакого дела. У актрисы были романы с другими мужчинами. А от Ивана Перевезнева она даже забеременела. Правда, у того параллельно была еще женщина, с которой он потом и остался. А Алле сказал, что это вряд ли его ребенок. То ли с горя, то ли от собственного женского эгоизма Алла попросила как бы невзначайно мекнуть Николаю, что она свободна. Актер очень обрадовался этому обстоятельству. В конце 1956 года он поехал в Минск. Тогда там снималась Ларионова. Он сделал ей предложение, а сразу после Нового года, 2 января 1957 года, они подали заявление в ЗАГС. Уже в браке Алла родила дочь Перевезнева, названную Аленой. Николай настолько любил жену, что девочку признал своей и всегда любил как родную. Вместе с тем ему хотелось и своих малышей. Жена и дети всегда были для него на первом месте. Алла понимала, что такого замечательного мужа, как Рыбников, еще нужно поискать. Поэтому согласилась еще на одного ребенка. Спустя 4 года в семье родилась еще одна девочка, которую назвали Арина. Актрисами сестры не стали, да и внуков родителям не подарили. Рыбников до самой смерти преданно любил жену и заботился о ней. У них получился по-настоящему крепкий брак. Часто к ним приходили гости, а супруги всегда угощали их домашними блюдами, которые готовили вместе. В конце октября 1990 года Николай Николаевич умер во сне. Алла Ларионова пережила мужа на 10 лет. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта FUB.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Субтитры создавал DimaTorzok